Здравствуйте, дорогие друзья, и здравствуйте, дорогой Фридон. Добрый день. Фридон Викоа, я хочу представить нашим зрителям. Это легендарная личность из Славянска. Общественный деятель и человек, который в 2014 году сумел, это невероятно звучит, но это факт, внедриться в Ванду Гиркина и подготовить возможность для освобождения Славянска. Как вы помните, Славянск был первым городом, оккупированным русскими фашистами на Донбассе. Если не брать во внимание Крым, то с этого началась война в Украине. Если рассматривать Крым отдельно, что, конечно, делать нельзя, все это связанные события. Ванда Гиркина вошла в Славянск, и это был первый город, который захватила эта банда. Затем вмешались уже регулярные войска российские. И вот Фридон Викоа собрал такую уникальную информацию, втерся в доверие и позволил в дальнейшем своей работой ускорить освобождение Славянска. Ну а кроме того, Фридон Викоа был заместителем главы военно-гражданской администрации. Тогда они еще назывались военно-гражданские, да, в Авдеевке. Правильно говорю? Мы решили поговорить о том, что происходит сейчас в Славянске, и о том, где находятся те люди, которые тогда, в 2014 году, не просто позвали «Русскую весну», не просто были толерантны к банде Гиркина, а фактически работали на России. Почему это очень важно? Потому что мы практически каждый день видим какую-то новость, что вот передавал данные, СБУшники обезвредили человека, который передавал россиянам данные о передвижении украинских войск, о местонахождении важных объектов, другие задания выполнял. Короче говоря, работает, работают, и многих изобличили, обнаружили, но многие еще работают против Украины, являясь гражданами Украины. И в этой связи интересно как раз отслеживать, а куда же делить, как сложилась их судьба, те люди, которые совершили предательство еще в 2014 году. Да, и, кстати, записываем мы этот разговор на русском для того, чтобы наши недруги из так называемой Донецкой Республики, у Фридона Викуа этих недругов хватает, чтобы они тоже послушали, они же иногда притворяют, что не знают украинский язык. Так вот, начинаем нашу беседу, и слава Украине, конечно. Героям слава, и смерть этим чмурикам, которые на русском языке, для них доступно, чтобы было, это правильно, честно говоря, вообще-то хотел бы на украинском языке, но, тем не менее, это правильный ход, чтобы для этих подсаков доходило, о чем говорится. И, ну, честно говоря, они многих слов и не понимают значение слов, поэтому знать, я еще раз повторюсь, это не мои слова, где-то я его вычитал, что знать на речи врага – это достижение, потому что ты можешь досконально изучить все и понять, что там делается и как это говорится. Ну, и поэтому, как раз, пользуясь случаем от всех, не только Украины, а тех государств и тех народов, которых они уничтожают, уничтожали, уничтожают и пытаются поработить, это им не проститься. Хотя исторические данные говорят о том, что это не вчерашняя прихоть одного Путина или кого-то, это чисто имперские замашки Москве, которая была в те времена такой загнанным болотом, и куда ссылали, будем говорить, преступный элемент. На сегодняшний день эти все люди, которых расселяли столетиями по всему Евросоюзу, на евроазиатскому континенту, расплылись они очень широко, одели на себя имперскую корону и имперские замашки. Но зэковские законы и зэковский нарратив такой у них. Кто сильнее, тот и прав. Ты будешь 200 раз прав, но если они считают себя сильными, значит, все остальные должны слушать их и подчиняться им, их прихотям и так далее. А кто не хочет, тех мы знаем, даже последние, будем говорить, данные о том, не говоря о том, что они ведут открытое вторжение в чужие страны и навязывание своих желаний, те, которые люди против, они их просто уничтожают, начиная от прямых убийств, расстрелов, отравлений, в Европе мы знаем, там людей потравили. К сожалению, почему-то мировое сообщество все никак, ну, уже вроде бы чуть больше, но по тем временам они как-то относились к этому как к внутреннему конфликту, как они преподносили. И не хотели понимать о том, что вся эта орда все-таки в плане у них возврат тех постсоветских государств под их юрисдикцию или под их влияние. Это то же самое Югославия, Польша, часть Германии, Пробалтика и все остальные государства. Я уже молчу те, которые были в составе Советского Союза по тем временам. Поэтому мы и имеем на сегодняшний день такие последствия, которые очень тяжело понять и разобраться в этом простому, как говорят, простому народу. И они не могут понять, почему у нас так долго идет война, почему так уже они прорываются, продвигаются вперед, почему они навязывают так вот вольно свои нарративы и хотят что-то там нам навязать. А есть те, которые имеют корни еще, те российские, московские, московицкие корни, и они вообще тихо молчат, а где-то что-то там тоже пытаются где-то что-то навязать свое, что это Украина развязала войну, она хочет там натовские войска подвести под Россию, развалить Россию и так далее. Там очень много нюансов всяких, не будем вдаваться в подробности. И есть нормальные люди, которые понимают, а есть те, которые у них как-то, я не знаю, или запрограммировано, или от малоумия, слабоумия, не знаю, от чего это все, они ждут, как говорят, называют сейчас ждунчики. Их очень много. Секундочку, это вы говорите о людях в Славянске, что многие ждут Россию? А почему только в Славянске? Почему только в Славянске? Не только. Во всей Украине их очень много, даже во Львове много. Даже в Закарпатии много. В Закарпатии понятно. Я хотела бы все-таки немножко назад вернуться и начать со следующего. О людях, которые ждут Россию, мы сейчас будем подробно говорить. Но вот какая ситуация в целом сейчас в Славянске? Мы же знаем, что, к сожалению, русские бандиты продвигаются, оккупационная армия Российской Фашистской Федерации, и она все ближе к Славянску. Я понимаю так, что Славянск находится под угрозой, и ситуация там ухудшается. Вот что сейчас происходит конкретно, если знаете, как сейчас живет Славянск? Славянск живет напряженно в разы. В разы напряженнее, чем было. Что Краматорск, что Славянск, что Свидогорск, вот эти регионы, которые более-менее были, так будем говорить, спокойные, на сегодняшний день имеют очень серьезные проблемы. Почему? Потому что фронт приблизился на расстоянии 10-15 километров. Это артиллерия, минометы, все это достает. Не говорю я уже за Кабы, за другие ракеты и все остальное. Люди, конечно, людей мало. По сравнению с тем, что было, допустим, до 2022 года и сегодня большая разница, очень большая. В основном люди, которые остались, живут в частном секторе, в основном. Те, которые жили в высокоэтажных домах, их там очень мало осталось. Во-первых, по большому счету, нет работы, не за что жить. Все больше и больше прилетов, жертв очень много, разрушений. И все это накладывает свой отпечаток на психологический настрой людей. Но в то же время есть те люди, которые, как мы говорили, еще раз повторюсь, потирают руки и ждут, когда же, когда же, а вот когда же они вот зайдут и все остальное. Их тоже очень много. В основном это те люди, которые за 50-е и выше. Это те, которые в 2014 году вместе с Геббельсом ДНР Хмелевым, дважды депутатом от Коммунической партии Верховной Рады, под его руководством выходили на площадь и кричали «Путин введи, Путин зайди, Путин спаси, фашисты нас будут сейчас вырезать, едут вагонами, поездами, автобусами и едут, нас все будут здесь вырезать». После чего появился «Мальчик в трусиках» и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы навести жуть на людей, те, которые не понимают, естественно, там, где меньше людей, меньше сопротивления, начиная от просто гражданского до военных. Вывозили же детей в 2014 году. Кстати, возглавляла там деревянка была такая, что бы она есть, кстати, она сейчас за границей, депутат Славянского горсовета деревянка, которая вывозила детей, спасая от украфашистов детей в Крым. И они там их размещали, рассказывали родителям сказки и так далее. Потом эти дети вернулись, так или иначе. Частично, конечно. Часть осталась где-то, часть уехали в Россию. Распотрошили, как говорят, электорат города Славянска. А те, которые остались, это те, которые продолжают мечтать о том, что Путин вот-вот зайдет, Путин вот сейчас придет, и все будет нормально, и заживут они с Россией вместе. То, что они там делают, для нас не секрет, мы увидим, что они сделали с Бахну, что они сделали с Мариуполем, что они сделали с Волновахой, другими городами, маленькой и так далее. Мы это все видим и понимаем. И к чему это ведет, и почему они все это делают. Им жить, как собакам в будке, как положняк. Лишь бы какая-то нора была. Нормального понимания того, что те, которые приходят, которых присылают в Сибирь, с Урала, еще откуда. Это селяне, которые дальше своего села или там районного городка никогда не выезжали, не знают, что делать. Вот интернет появился, слава богу, там может быть кто-то, что-то, и если есть там интернет, может что-то видеть. А также все смотрят телевизор. То, что говорит этот недобитый недоросток, бункерный Гитлер. Вот они слушают его, и привыкли они слушать еще с советских времен. Ленин сказал, вот там он, Камышская партия, рукой показал, и вот туда все пойдем, и завтра будет, проснемся завтра, уже будет солнечный день, и все будет хорошо. Но не все так сладко, и не все так хорошо, как они говорят, потому что то, что они оставляют на сегодняшний день, это вообще-то наши регионы, все промышленные регионы. А что такое промышленные? Это химия, химические вещества, это очень много тех, которые материалы применяются при строительстве и при выпуске разных оборудований, начиная с Тирол, у нас был в Горлоке, завод по выпуску холодильников. Там везде есть свои компоненты. Когда начинают, потом горючие смазочные материалы, когда начинается взрыв, горение, выброс в атмосферу, это окружающую среду очень сильно, будем говорить, отравляет. А то, что они делают сегодня в лиманском листичестве, выжигает все полностью. Это о чем говорит? Это опять же, эко-природа, которая там есть, начиная от простых комаров, заканчивая теми птичками, ласточками и всеми остальными, которые там живут, это все выгорает, вымирает, и непонятно, когда оно все восстановится. Те самые лес, которые там есть, войны, когда он восстановится, когда он будет опять восстановлен, тоже очень тяжело понимается. Возвращаясь к тому, что мы начали, ну, я так в общем обрисовал ситуацию, поэтому те люди, которые привели действительно это все с поддержкой, не то, что привели, с поддержкой. Желание было России уже давно, это все планировалось, но так или иначе, вся команда, которая была сформирована еще при Кучме, смолчание с правоохранительных органов, смолчание там руководителей, потихоньку-потихоньку это все обрабатывалось, воспитывалось, внушалось и так далее. И получается вырастили, начиная от сельских руководителей, заканчивая депутатом Верховной Радой, именно тех людей, которые были, либо поддерживали, либо были безразличны к тому, что кто придет во власть. Самая главная у нас, самая главная проблема во всем этом была, в чем? В том, что вся промышленность наша, промышленность, которая выпускала украинские заводы и фабрики продукцию, эта продукция продавалась только в постсоветских государствах, и в основном в России. И маркировалась она еще с тех, не помню с какого года, там началась ГОСТами. А все оборудования и вся продукция, которая выпускается и продается за границей, они маркируются ИСО. И если у тебя нет справки ИСО о том, что ты прошел эти нормы все, и ты соблюдаешь эти все нормы, ты ее просто не продашь в Европу. Поэтому все вот эти промышленники, все шахтеры, все остальные, им внушали, что нам, там, с Россией лучше, все остальное, потому что обогащение, сюда проще было. Всякую гадость продавали в Россию, всякую гадость покупали у них. Вот они, материальная сторона, как говорят, жевательный рефлекс побеждал, и побеждает на сегодняшний день еще, кстати, к сожалению. И это все одно за другое цепляется, оно не просто там какое-то одно направление, там запретили русский язык или еще что-то, а это все в комплексе преподносилось, внушалось людям и забивались мозги. Да, да, это все правильно, но я бы хотела уточнить, давайте вспомним вот этот 14-й год, когда депутаты местного совета проголосовали фактически, ну полностью приняли, сидели, заседали вместе, и Штепа тоже с Пономаревым, с этим вот Гауляйтером назначенным, полностью приняли Гиркина, как сложилась их судьба, вот как сложилась судьба Нелли Штепа, мне интересно, потому что Нелли Штепа, ну в моем понимании, если бы я была работником СБУ, это человек, который должен быть под особым подозрением, и этот человек может быть сейчас опасен, он может какую-то информацию передавать врагу, возможно Нелли Штепа уже выехала в Европу, я не знаю, как раз хочу это узнать, и другие люди, которые были депутатами местного совета и поддержали полностью оккупацию Славянского в 2014 году, как сложилась их судьба, был ли кто-то наказан за коллаборационизм, коллаборационизм, потому что я знаю, что вы деятельно пытались содействовать, благодаря вам Нелли Штепа оказалась за решеткой, и вы пытались наказать этих людей, но я помню, что ничего не получалось, и вот мы тоже отчасти сейчас пожинаем плоды, отчасти, так вот, что произошло с этими людьми, которые еще в 2014 году, из числа местной элиты, не случайными, не рядовыми, которые еще в 2014 году поддержали оккупацию? – Правильно отметила, правильно возвращаемся к этому, я просто там в общем понимании, почему это все получилось, хочется больше всего, будем говорить, выложить в полном объеме, но я понимаю, что время есть, и времени нет, время уходит, и нам нужно вложиться, то, что нам отведено, и будем говорить о том, что есть. Ну, из 42 депутатов, которые там были, принимали участие на этих двух сессиях, 28 и 30 апреля 2014 года, из них троих уже нет живых, бог им судья, бог прибрал, вот, один после инсульта лежит в памперсе, а остальные, один из них, на сегодняшний день руководитель военной администрации, ЛЯ. Это опять же с подачи той команды, которая осталась еще в кабинетах, имеется в виду до Верховной Рады, как мы говорим, воспитанники партии регионов, ОПЗЖ и всех остальных. Один из депутатов еще, врач, вот последнее недавно интервью его видел, там из него делают Хероя, он устроился в какую-то воинскую часть, врачом, и он там уже разговлял на украинской мове, все остальное, но есть 28 апреля 2014 года, где он дает интервью, и как он там с Пономаревым и со всеми вместе согласовывали законы, которые бы этих ребят, которые стоят на блокпостах, потом кто-то не казнил, не наказал и так далее, и они заботились, об этих ополченцах, будем говорить. В кавычках. В кавычках, в кавычках, да. И этот человек сейчас второй, который уже находится на госслужбе. Одного, одну вернее, из тех, которая тоже служила в погранслужбе, Шудро Наталья, мне удалось как-то повлиять на руководство, показать им доказательства, все остальное, хотя судебного решения нет, но факты и документы, которые это самое, будем говорить, от нее как-то избавились. И она сейчас находится за границей. Спокойненько получила удостоение УБД, участника боевых действий, и живет за границей. Все остальные, они где-то занимаются своим делом, своим бизнесом, своими там жизненными там вопросами. Может кто-то и за границей, может и кого-то и нет, я не знаю, где они ездились, потому что информация как таковой, следить за сорока, будем говорить, депутатами, у меня возможности нет, по большому счету. Но самое плохое, то, что я когда-то говорил, еще раз повторюсь, возбужденное дело, и следствие, которое было проведено по Уголовно-процессуальному кодексу, которое, опять же, вот эта прокуратура наша славная, сделала уголовное дело таким чином, что возбудили против всех отдельно, неорганизованная группа, когда организованная группа, всех сразу привлекают к облиценности. Возбудили уголовное дело на каждого по отдельности и довели до суда одного только Воропаева, это который был Головучим, как будет на русском, Головучий. Фу, блин, вылетел уже. А он был какой-то там атаман казачий. Не, Воропаев, не-не-не, депутат был, а тот другой, тот, который в памперсе, за него. Воропаев это был, ну, председателем. О, на сессии 28 и 30 апреля. Вот, его дотянули до суда, все доказательства, которые я им предоставил, и были у нас, отдали им, и все вот эти доказательства вложили в дело Воропаев. Прошло три суда за три года, три суда, вот, так и не вынесли, ничего по сути не успели рассмотреть, в 22-м году по осени Воропаев исчез, начали его искать, а он, оказывается, слинял в Крым на свой маето. А в уголовно-процессуальном кодексе расписано, что есть и доказательства, которые имеют отношение к другим лицам. Вот этот Воропаев должен получить решение суда, и это решение суда должно вступить в силу. Потом, только после этого, можно делать выемку доказательств против других депутатов, ну, людей, лиц. Получается, Воропаев убежал, уголовное дело не завершено, все остальные депутаты гуляют себе спокойненько, и им нельзя предъявить никаких претензий, потому что нет решения суда, которое вступило в законную силу. Уголовное дело да, есть на каждого, а толку с этого никакого. И это сделали как раз эти кабинетные крысы. С помощью, не без помощи, я так думаю, что работников спецслужб. Потому что, как мы видим, зарабатывание денег идет еще с давних-давних времен. Это не секрет, не новость, но у них аппетит растет у всех. А получить в заложники 42 депутата и отпустить их так просто, для них это очень накладно, ну, по их пониманию. Со штепой вообще такой же вопрос, который и с Воропаевым, она вроде бы, вроде бы, опять же, у меня информация где-то полугодичной давности, она была в Славянске. Пряталась там, потихонечку ее вывозят на машине, где прогуляться, то еще, возвращают назад, и все остальное. Но у меня есть информация от прокурора, который предъявляет обвинение ей в суде. Она не является в суд. Адвокаты носят там какие-то бумажки о том, что она там чуть ли не в присмерти, больная, явиться в суд не может, и то, и то, и то. Последний суд должен был быть, по-моему, это было в сентябре месяце. Или в августе. И дальше говорят, она остается обвиняемой, да? Она остается обвиняемой, но дело в том, что уже дело передали уже в суд Полтавы с Харькова. Она потом подала на касацию, что вернули это дело опять в Харьков, пока касационный суд рассматривал, пока Мисс Бишин там какой-то суд рассматривал, то все это дело волокитится, волокитится и тянется уже 10 лет. И она гуляет себе спокойненько на воле и я понимаю, что не только я, все понимают, что повлиять просто так никто на это не может. Почему? Потому что все сделано таким образом и подведено нормы закона, будем говорить, и статьи, которые там не дают возможности ни суду, ни следствию доказать и довести ее до конца. Закон, мягкий, который раз не явилось, два не явилось, три не явилось, четыре, двадцать раз не явилось, и ничего против нее нельзя сделать. Почему? Потому что видите ли, права человека, защита прав человека и пошло-поехало. Тем более же мы помним, что она выиграла в Европейский суд, получила там какие-то деньги за это. А почему это все так делается? Потому что у нас в кабинетах спецслужб, прокуратуры и государства остается очень много выращенных, будем говорить, пророссийских, которые втихую сидят себе, но им выгодно даже. Придет Россия, значит, они уедут за границу. Не придет Россия, они будут здесь опять зарабатывать деньги. Это их заработок. Вот и все. А что с ними дальше будет? Честно говоря, я не знаю. Вот это то, что я когда-то говорил, мы с тобой общались, у нас общество очень больное, больное в моральном и этическом понимании, общество очень сильно больное, и пока не пройдет два-три поколения, мы не увидим нормальной жизни в Украине. Это сейчас война, даст Бог, закончится эта война, после войны еще будет у нас проблем, очень много чисто морально-этических, чисто криминальных проблем. Почему? Потому что то оружие, которое осталось здесь, и все вот эти, будем говорить, пророссийская агентура, которая занимается, нанимает детей, по 14-15 лет палят машины военные. Это кто делает? Это что, они сами до этого дошли? Нет, это работает, вся эта система ФСБшна, как бы. Вербуют в Телеграме, да, такие новости сейчас поступают. Я бы хотела уточнить, потому что, наверное, не все наши слушатели знают, что Европейский суд по правам человека признал нарушение со стороны Украины в деле бывшего мэра Нелли Штепе в 19-м году, в 19-м. Почему? В чем нарушение? Значит, ее предварительное заключение было слишком длительным и неоправданным. Кроме того, уголовное производство против нее было необоснованно длительным. Что возмущает, так это то, что и мы, граждане, остальные граждане Украины, чьи права нарушила Штепа, потому что Штепа нарушила права украинцев, когда она приняла участие в событиях так называемой русской весны, да, на наши права нарушила права конкретные жители Славянска, в том числе, которые пережили оккупацию, некоторые были жестоко убиты, выпустили кишки, извините за эти страшные слова, бывшему депутату Горловскому, многих людей покитили, пытали, жестоко убили, в том числе, потому что Штепа создала определенные условия и приняла, скажем так, с хлебом с солью этих варваров. Так вот, мы тоже, граждане Украины, чьи права нарушила Штепа, тоже хотим, чтобы ее поскорее осудили, и чтобы ее предварительное заключение было не очень долгим, а вот ее наказание было долгим, возможно, пожизненным. Вот парадокс, что, как это объяснить, то ли несовершенством нашей системы правосудия и следственных органов, то ли их осознанной работой против интереса об Украине, потому что формально есть ПЧ прав, что никто не должен до приговора сидеть так долго, но если по сути, не по формально смотреть, а по сути происходящего, то больше всех пострадали другие граждане Украины, которые страдают, продолжают страдать от действий коллаборантов, а не Штепа. Было бы правильно, чтобы Штепа давно получила приговоры, давно сидела, но доблестные в кавычках работники правоохранительной системы, которые ее бы возможно вообще не привлекли, если бы не ваши усилия, и судьи, которые являются подельниками в каком-то смысле иногда, нередко, способствовали тому, что Штепа получила компенсацию, Украина заплатила Штепе деньги за то, что Штепа до сих пор не осуждена. Абсурд. В этом вопросе повлияло и влияет по сегодняшний день все в комплексе, несовершенство закона раз, заинтересованность правоохранительных органов и судов два, и изворотливость и норовистость адвокатов. Вот, если у нее было пять адвокатов, пять адвокатов, и из пяти адвокатов, если один не явился, суд переносится. и пошли, поехали. И затягивали, по их вине она сидела до приговора, но никого это не интересует. Да, это никого не интересует. Ну, тут мы сейчас обсуждаем конкретно Штепу и обсуждаем на сегодняшний день конкретно депутатов Славянского горсовета. Но я хочу напомнить о том, что беда намного больше и намного глубже, чем мы сейчас говорим. Мы прекрасно помним и есть данные о том, что такие же сессии и такие же призывы были не только в Славянске. Такое было в Светогорске, такое было в Лимане, в Бахмуте, в Константиновке, в Дружковке и во всех остальных городах, которые никто не учитывал и никто не фиксировал эти все вопросы. Это опять же в моей подаче это все было зарегистрировано в уголовное дело, толкая это все по Славянску. Просто у меня сил физической не хватит, времени не хватит, чтобы всю Донецкую область захватить и всех притянуть туда. Да, там кто-то прокололся, имеется в виду, кто-то ходил с оружием, поймали, там посадили 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Но этих ждунчиков кабинетных крыс намного больше, чем 42 человека. В разы больше. В Харьковской области было, в других областях никто этого же не отслеживал и никто это не фиксировал. И они все остаются так же молчаливо, типа за Украину. А на самом деле, кто знает, да, сейчас выявляют, там того выявляют, там того выявляют, там того, многих выявляют, но это постфактум. Первые вот эти, будем говорить, года, лет 5, пока здесь был Порошенко, ни один человек, ну, там, если было явное доказательство, что человек стоял с оружием в руках, тогда закрывали. А вот этот коллаборант и все остальные, это же не рассматривалось, говорят, ну, у человека свое мнение, тем более у депутата, ну, это у каждого депутата свое мнение, говорю, какой депутат? Если этот депутат принял участие на сессии, где был предатель и наркоман Пономарев руководил этой сессией, он автоматически сложил свои полномочия, нарушил присягу и перешел в депутаты ДНР и надо измену, измену, предательство, и перешел в ДНР. Организованная группа, которая провела эту сессию, как раз и подтолкнула большую часть электората на сотрудничество и, будем говорить, службы в ДНР. если бы они организованно это все не делали и не публиковали, что депутаты проголосовали, депутаты решили, депутаты это, как раз они спровоцировали это все в большом серьезном понимании. Если бы не они, может быть, их было бы намного меньше и так бы это все не затянулось. Но в законе есть еще такая, так называется, причинная связь. есть причинная связь от деятельности человека и от бездеятельности. Вот то, что он сделал. Если ты, допустим, человек тонет и не достал его, ты имел возможность его спасти, а ты его просто не достал, не знаю, по каким причинам, но ты виноват в том, что человек утонул. А если ты просто по своему желанию его утопил, опять виноват. Вот точно так же и тут. Причинная связь в последствии за 10 лет причинная связь тянется 14-го года. То, что они сделали за это время, то, что гибнут сегодня, это вся вина штепы и этих депутатов, которые, и коллаборантов, которые проводили эти все сводки. Вот вы правильно говорите, что должны быть они отвечать вся эта группа лиц вместе сознательно. Могли вообще не пойти на сессию, ничего бы им это не стоило. И боишься за свою жизнь, как они потом оправдывались. Пожалуйста, заболей, спрячься в подвале у тещи. Уезжали многие. Те, которые не пришли, не уехали. Кто не хотел пойти на сессию, а эти пошли осознанно на сессию, проголосовали так, как хотели Гиркин и Пономарев, то есть совершили предательство, государственную измену должны быть наказаны. И вот вы ругаете, что было плохо при Порошенко, но давайте же говорить дальше, что при Зеленском почему-то одного из этих людей, одного из тех, кто совершил измену Родине, Вадима Ляха, назначили руководить военной администрацией города Славянска. В настоящий момент мы с вами записываем этот разговор, пока российские оккупанты приближаются к Славянску, а их человек фактически, тот человек, который когда-то совершил предательство, он возглавляет этот город, он же может быть с ними на связи. Может быть, но я скажу так, если бы за те пять лет, пока мисс Порошенко был при власти, провели бы зачистку, называется такая оперативная терминология, зачистить этих врагов, этих не только в Славянске, а всех этих организаторов, всех с того времени, зачистить их, тогда было бы намного меньше проблем. как в 22-м году за март-апрель месяц в Славянске, за март-апрель где-то за 3-4 недели, я знаю, я принимал в этом участие, было зачищено где-то около 17 коллаборантов, те, которые... После полномасштабного вторжения, не до него. Согласен, согласен, после, но это должно было быть еще задолго до того, задолго до того должно было быть. И я не оправдываю сейчас тех, которые не приняли так сведения. А насчет Ляха я скажу вам такую вещь, что Ляха представлял Кириленко. Зеленский его глаза никогда не видел, знать не знал. Но когда президенту приносят документы заверенные Кириленко, СБУ, МВД, прокуратура и все остальные приносят, говорят, это нормальный человек и все хорошо, все нормально, никаких претензий к нему нет. Зеленский что должен делать? Проводить индивидуальную личную проверку этого всего, а вот на сегодняшний день? Кириленский должен был бы не рекомендовать и не назначать руководить Донецкой областью Кириленко, который имеет брата в руководстве ДНР, и затем, после того, как Кириленко на 80 миллионов незаконно обогатился во время работы в Донецкой военной администрации, не назначать его руководить антимонопольным комитетом. Ну давайте, у нас время ограничено, давайте перейдем к выводам. И уже оставим в покое Порошенко. Вот что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас нынешнюю власть, нынешнего президента, который на словах все говорит очень прекрасно, правильно, но однако мы видим, что как идет война, видим, какие есть коррупционные скандалы, они, кстати, тоже влияют на помощь, поддержку, которую мы получаем. Достаточно посмотреть заголовки западных медиа, где вот сейчас, например, рассказывают о том, как МСЭКи в Украине, руководителем МСЭКов в Украине, стали все олигархами, миллионерами, потому что продают белые билеты для ухилянтов, для тех, кто не желает защищать Родину, и в том числе для прокуроров, полицейских и так далее. Инвалидами их делают, и через инвалидов грабят бюджет. Так вот, я хочу в целом увидеть вашу оценку, услышать вашу оценку той ситуации, где мы находимся сейчас. Вот прямо сейчас, как это видится вам? Насколько мы сейчас в состоянии защищать себя? Насколько вы верите в то, что мы способны победить в этой страшной войне, ну или хотя бы выстоять, хотя бы выжить? С учетом всех вот проблем, в том числе, о которых мы говорили. Я вам скажу, ну, мое мнение такое, дерево растет с корней, на этих корнях держится дерево. У нас что делают? Вместо того, чтобы выкорчевать дерево с корнями, подстригают ветки. Дерево растет дальше. И это не вчерашнее, не сегодняшнее, а это идет еще с всех давних времен. И то, что оставим Порошенко, Порошенко мы не можем оставить, потому что он при власти, он в Верховной Раде группой руководит. И представители его группы занимают кабинеты министерства, управления, решают государственные вопросы. И он, как и все, в том числе, и те, которые окружают Зеленского, несет ответственность. Полную должен нести ответственность за безл, который на сегодняшний день делается в Украине. То, что он там пиарится, ездит, что-то там хочет и заглядывает через забор, когда Зеленский где-то что-то там выбивает, что-то привезли, не привезли, поставили. Почему он бегал здесь в Мова, Вера, еще там чего-то? Армия. Армия, да. И там этот самый, боже, как он называется там, Томас, Томас, Джерри, Джерри. Вместо этого он что сделал? Мы же прекрасно помним, я же вам рассказывал когда-то, что такое Роттердам плюс, и что такое пять складов, арт-складов, без чего мы остались на сегодняшний день, и теперь бегаем с протянутой рукой по всему миру. Это тоже его заслуги, его забывать тоже нельзя. То, что на сегодняшний день назначение и все остальное, да, очень много проблем, но всех вот этих прокуроров, оказывается, я вам прочитал, в информационном поле есть, всех вот этих прокуроров перезагрузка и перезагрузка прокурорской вот этой всей системы проходила при Порошенко в семнадцатом году. Да что мешает сейчас наш президент с девятнадцатого года власти, что ему мешает? У него сейчас вся полнота власти, вся, у него была его зеленая подъемство. Сейчас посмотрим, посмотрим. Он не сделал то, что ожидало от него общество, не сделал. Да, не ожидал. Я говорю еще, проблем очень много, и сейчас ждем, конечно, вот видите, что генеральный прокурор уже подал в отставку, потому что там на ВРНБУ был жесткий разговор, там около двух тысяч дел вознуждено. А потому что журналисты раскрыли, только поэтому, что журналисты раскрыли масштабную схему, снова не силовики, а журналисты, масштабную схему. Это было доказательством. Давайте о другом. Как вы видите сейчас исход войны, как вы видите сейчас нашу способность сопротивляться, видите ли вы резервы внутренние у нас, как вы относитесь к попыткам заморозить войну, как вы относитесь к мирному плану Зеленского, какие перспективы вы видите на сегодня выхода из этой страшной войны? Единственное спасение на сегодняшний день для Украины единственное это то мировое сообщество, которое начнет поддерживать Украину и начнем получать ну не личный состав, но хотя бы оружие. То оружие и разрешение те, которые нам нужны. Это очень большой вопрос, очень большие перспективы в этом случае. Внутренний раздрай, который идет на сегодняшний день по личному составу и ухилянты и гоняются и так далее и тому подобное, это опять же породили вот эти прокурорско-кабинетные крысы, у которых вся родня, дети и все остальные живут на Канарах-Багамах, а у самих оказывается у всех отмазка, потому что они инвалиды. Вот это как раз морально-этическое состояние нашего руководящего общества, а когда бедный человек об этом узнает и смотрит, а что это я должен идти умирать и защищать Порошенковские заводы Рошен, а его дети сидят в Великобритании и поднимают экономику Великобритании и там бизнесом занимаются. С каких делов? Вот тут большие моменты. И вот это продолжение я не кроме Порошенко потому что это верхушка айсберга поэтому я его привожу в пример а там эта пирамида тянется око глубоко окружение Порошенко лучше окружение Зеленского лучше нет они не соответствуют этому всему нормальному пониманию человеческому пониманию не соответствуют но в Украине хватает резерва хватает сил я будем говорить еще молодой не дай боже конечно если около меня что-то я в стороне таких как я очень много у меня уже 63 здоровье не позволяет возраст не позволяет многое не позволяет не хочу быть обузой там на передке но если придется уже так как говорится деваться некуда значит дорога только вперед и таких много резерва у нас хватает ну хватает а вот это то что не узаконено не то что не узаконено а не урегулировано законом все вот нюансы которые на сегодняшний день творят ТЦК и все остальные это очень большая проблема очень большая проблема отпугивает людей ну нет будем говорить политического воспитания общества нет ее просто нет показывает только одни барыг по Киеву я смотрю офигеть по сегодняшний день бабы рестораны водка шампанское крутые джипы и так далее а где война а война им не нужна потому что папаша либо прокурор либо где-то министр кто-то их очень много почему-то казалось чересчур много я в шоке я не знаю что мне как видишь это все меня перемкает и не знаю как себя вести либо сорваться дать порылу либо же отойти молча развернуться утереть сопли пойти домой и потом погибать кому-то так вот это же есть та пропасть между и та несправедливость которая отделяет руководство страны и прилегающих к руководству чиновников тех людей которые являются государственными служащими при этом используют разные схемы для того чтобы самим уклониться от обязанностей и своим знакомым друзьям и просто всем у кого есть деньги позволить это и между теми людьми которые просто имеют совесть и желание защищать родину так вот исходя из этого если вы говорите что нам следует надеяться на помощь наших партнеров то у меня печальная новость потому что похоже на то что помощь нам все-таки будет сокращаться понимаете так что объективное есть обстоятельство которое говорят о том что невозможно надеяться на одних тех добровольцах энтузиастах пассионариях которые в 22 году пошли добровольно защищать родину выдержать эту войну не получится вот в чем дело потому что эти люди оказались в ситуации заложников в ситуации людей которым нет выхода назад либо погибнуть либо раненым уйти с поля боя они только лишь могут а власть придержащие находится в прекрасном положении что вы думаете о заморозке возможной войны о тех мирных планах которые сейчас провозглашаются только пожалуйста уже в двух словах я скажу то что мирный план он там предложил очень многого мы не знаем потому что есть секретная часть я думаю что все-таки Зеленский и его команда пытаются подтянуть то что мы говорим сейчас будет сокращаться будет то и все он хочет наоборот это все организм будем говорить сплотить это все вместе и решить эти вопросы не просто ну я не вижу чтобы Зеленский ни разу не сказал о заморозке или отступлении или чего-то он наоборот настаивает на том чтобы дали оружие и помогли и решили вопросы и давили на Россию поэтому основание говорить что что-то ой нас сдают мы пропадаем и все остальное пока нет я не вижу такого ну что будет завтра я предугадать честно говоря очень сложно ситуации меняются каждую минуту где-то что-то пролучается где-то что-то встречается даже встреча БРИКС оказывается этот руководитель НАТО приехал на этот БРИКС руководитель НАТО руководитель НАТО нет вы имеете ввиду наверное руководитель ООН ООН надо говорить ООН извини нельзя путать это просто позор к военному преступнику приехал человек который возглавляет организацию соответствующую как раз международному праву которая грубо нарушает страна террорист страна агрессор Россия регитимизируя геноцид украинцев я согласна что это тоже печальная новость ну все спасибо большое за этот разговор если вы хотите напоследок какие-то два слова обратиться к землякам потому что наша с вами аудитория это в основном все-таки жители Донбасса наши с вами земляки которые многие пострадали в результате войны очень многие но есть среди них как вы говорили и коллаборанты но большинство все-таки порядочные люди которые пострадали в результате войны и может быть вы хотите напоследок какой-то месседж нашим зрителям отправить но я бы хотел бы сказать по-моему Шевченко сказал не так страшны касавские воши как наши гниды вот как только мы это поймем и из нарративы которые были стукач доносчик сексуат унижающие такие человеческие достоинства моменты когда мы об этом забудем его отодвинем и скажем что нам нужно порядок закон и уверенность себе в завтрашнем дне вот тогда мы начнем двигаться вперед а если нам навязывают имя такие унижающие человеческое достоинство и вообще нашу государственность мы очень долго будем выбираться очень тяжело будем выбираться и как раз вот эти все коллаборанты и все остальные кабинетные крысы которые сидят держатся на молчании на преступном молчании хочу сказать потому что во всем виноваты опять же люди чего молчание это все делалось и делается старшего моя хата с краю а хата с краю горит первая потому что она с краю и сразу враг подходит к первой хате крайней поэтому хаты с края не бывает вот и все вот это я хотел бы обратиться ко всем всем здоровья удачи и победы скорейшей слава Украине смерть врагам героям слава спасибо за этот разговор я друзья хочу напомнить что Фридон Бекуа был заместителем главы военно-гражданской военно-гражданской тогда еще администрации в Авдеевке и легендарный человек для Славянска очень активный человек очень заметный очень известный человек в Славянске который фактически с риском для жизни в 14-м году способствовал освобождению Славянска и конечно печально теперь видеть что многие из тех людей которые перешли на сторону врага фактически избежали наказания и если я правильно понимаю ваш месседж ваш месседж дорогой Фридон что нужно быть неравнодушными и нетолерантными к такому злу как предательство как предательство Родины потому что все это нам в дальнейшем выходит боком спасибо за этот разговор и до новых встреч желаю вам спасибо огромное и надеюсь что следующий следующий наш портаж или встреча такая будет или личная встреча будет я надеюсь что мы более будем говорить обнадеживающим состоянием будем проводить это все более оптимистично всего доброго оптимистично все счастливо спасибо до свидания спасибо Продолжение следует...